Здесь находится недавно открытый штаб помощи фронту с ярким названием «Мастерская Победы». Поддержать волонтеров приехали именитые гости – артисты Алексей Белов и Ольга Кормухина. Слушайте, молодежи много, молодцы. А у нас все позорствовали. Самые даты. У нас 83 года самая старшая. Семья музыкантов занималась волонтерством и до начала специальной военной операции. После февраля 22-го помощь только усилилась. Вот не знаю, как вы, но уже железно. Вот если просят трусы, майки, одежку, это отказывают сразу. Нормальные бойцы никогда это не просят. Ольга Кормухина сразу поделилась первыми впечатлениями. Тут у людей вопросов нет. Надо нам воевать, не надо нам воевать. Никто вопросов не задает. Все ждем мира и работаем на победу. Как рассказала сама артистка, в последнее время она часто посещает наш город. В основном проездом с гуманитарными грузами. Каждый визит не обходится без посещения мощей и Асафа Белгородского. Белгород мне нравился всегда. Не знаю, может благодаря тому, что вот светитель накрывает его своим аммофором. И здесь такая особая атмосфера в Белгороде. Действительно белый город, но очень светлый. Он немножко строже стал в последнее время. И это правильно. Вообще, всем надо стать немножко строже. В неформальной беседе артистка рассказала о переломных моментах своей жизни, работе волонтером и поддержала белгородцев в их стремлении помогать солдатам. Сейчас мы все находимся в очень сложной ситуации. И должны помогать фронту. То есть, и операция при этом наверху. То есть, полностью ее поддерживают. Необходимо, да, чувствовать поддержку от таких известных людей, как, например, Ольги. Когда приезжают, поддерживают и бойцов в госпитале, и волонтеров. И в целом, когда люди едины, это хорошо. Это важно. О народном единстве говорит и сама Ольга Кормухина. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это завтра не хочется. И что нас в покое не оставят еще долго. Я считаю, что нужно всем, наоборот, быстрее включаться в это, чтобы быстрее закончить и получить вожделенный приз победы. Ради нее и работают мастерские победы. Это шестой по счету штаб в регионе. За месяц силами 400 волонтеров удается сплести около 100 маскировочных сетей. Также они мастерят и другие предметы для нужд фронта. Тактические носилки, хирургические салфетки и другое. Им важно не только оказывать эту помощь, но и понимать, что все это делается не зря. Никита Мигулин, Денис Бабков, Белгород Медиа.